Доброе оранжевое утро всем тем, кто начинает свой день вместе с телеканалом ЭНСК-49. Меня зовут Стас Чибриков, и сегодня у нас День парикмахера, День парикмахерского искусства. И, соответственно, гостью у нас тоже под стать этой чудо-профессии. Инна Рязанцева, директор колледжа парикмахерского искусства. Доброе вам утро! Доброе утро! И Лена Илюшина, моя очаровательная соведущая. Лена, привет! Где ты там? Ловлю твое слово, Стас. Еще у нас в гостях мастер Ольга Ларина и наша модель Евгения. Судя по тому, что он здесь на сцене находится, мы увидим замечательное превращение. День парикмахера – неофициальный праздник, который ежегодно проходит 13 сентября. С каждым годом число парикмахерских и салонов красоты постоянно растет. В нашем городе специалистов в этой сфере готовят в Новосибирском колледже парикмахерского искусства. Подробнее о профессии парикмахера поговорим с гостями в студии. Что вы будете делать? Сейчас мы на нашей прекрасной модели Евгении выполним элегантную прическу. Причем прическа эта выполняется очень достаточно просто. Она будет выполнена на основе хвоста, который будет располагаться достаточно низко возле шеи. И из хвоста мы выполним несколько видов плетений. Это будут плетения на основе жгутов. Это будет первый вариант прически. Второй вариант прически мы выполним такое плетение, как всем, наверное, известное – колосок из двух прядей с подхватами. И также мы выполним такое достаточно недавно появившееся интересное плетение 3D коса. Это абсолютно три разных у нас получатся прически, которые в последующем наши прекрасные зрительницы смогут повторить самостоятельно дома. Сразу у меня вопрос, учитывая, что это постоянно воздействие на волосы, насколько примерно хватает моделей в парикмахерском искусстве? Ну, волос же все меньше и меньше от прически прически. Вот, знаете, это как раз тот вид прически, который абсолютно не травмирует волосы, потому что нет никакого теплового воздействия, нет никакого химического воздействия. Здесь будут использоваться только стайлинговые средства, которые, в принципе, оказывают достаточно нейтральное или даже положительное воздействие на волосы. То есть, по сути, сегодня у нас мастер-класс? Ну, можно сказать, что и так. Инна, после слов стайлинговые средства я перестал что-либо понимать, поэтому давайте с вами пообщаемся. Во-первых, конечно, поздравляю вас. В этом году юбилей у колледжа. 50 лет. Я считаю, это, ну, таким возрастом не каждое высшее учебное заведение может похвастаться, а вы 50 лет уже радуете Новосибирск и не только, и наполняете, в общем, новыми профессионалами парикмахерские салоны и так далее. Расскажите немножко про то, как говорят юбилярам, к чему вы пришли к этим 50 годам. Да, совершенно верно, что нам 50 лет в этом году. Спасибо за добрые слова. Колледж прошел очень серьезный путь, и 50 лет для нас это дата очень важная, и высот у колледжа достигнуто очень много. Безусловно, развивалась индустрия красоты, технологии не стояли на месте, и, конечно, колледж тоже прошел свой путь. Надо сказать, что начинал он свой путь, прямо скажем, не только с парикмахерского искусства. Были времена, когда на базе колледжа готовили и слесарей, и различные технические специальности. А как-то не слишком ли близко расположены профессии? Да, ну вот в связи с тем, что эти профессии, прямо скажем, не близко расположены, ну, порядка 30 лет, как колледж стал готовить специалистов для индустрии красоты. Вот в частности, да, таких профессионалов, как вот у нас сейчас в гостях находятся. Елена, что у вас происходит? Я сейчас обратила внимание, во-первых, на то, что это не обычная резинка, а резинка с крючками. Это что-то на профессиональном? Да, это абсолютно верно. Вы обратили внимание, потому что для того, чтобы закрепить хвост, чтобы хвост действительно был закреплен достаточно, скажем так, хорошо, не распадался... Крепко, не распадался в процессе носки. Я рекомендую использовать специальные парикмахерские резинки, которые, в принципе, можно заменить любой, ну, вплоть даже до канцелярской резинки, но тем не менее более профессионально использовать такую специальную резинку с крючками, которая подбирается под цвет волос модели, либо подбирается под какие-то аксессуары. Вот в данном случае у нашей модели такое красивое платье с белым воротником, поэтому резинку я решила использовать, соответственно, в цвет ее платья, да, вот этого элемента воротника, и в цвет жемчуга белого цвета. То есть прядью волос мы резинку не закрываем, это не обязательно? В принципе, прядью волос можно закрыть резинку, то есть здесь как бы уже на усмотрение или мастера, или на пожелание клиента. Вот можно, допустим, мы посмотрим, давайте, одну прическу, которая будет выполнена именно с этой резинкой, а потом, ну, попробуем вот таким образом задекорировать резинку. Как лучше зафиксировать прядь, которая прикрывает резинку? Прядь, которая прикрывает резинку, лучше всего зафиксировать невидимкой. Если в дальнейшем будет основание хвоста закрываться при помощи элементов, либо можно ее закрепить при помощи шпильки, продернув вовнутрь. Итак, Инна, 50 лет назад возникла ПТУ номер 60, где учили и парикмахеров, и наслесаря, можно было выучиться. Потом в какой-то определенный момент все-таки решили мастера по красоте, что мы и сами можем уже самостоятельно существовать, отделились, да, и возник тот колледж, который сейчас и существует. Что такое на сегодня ваш колледж? Какие профессии? Что это вообще? Да, действительно, много-много лет назад, ну, это, в принципе, возникла ситуация с разделением специальностей, в связи с тем, что в образовании пошел тренд, все-таки колледжи должны иметь какую-то явно выраженную профильность, и, как вы в самом начале правильно подметили, обучать и слесарей, и парикмахеров, ну, немножко неудобно. Хотя, рембо-техника сейчас вполне актуальна, поэтому... Ну, представьте, как универсальный парикмахер может и трубу починить, и... Ну, как минимум фен. И когда-то это... Как минимум фен свой инструмент, это уже хорошо. Поэтому колледж на сегодняшний день закрывает все профессии для индустрии красоты. Мы готовим и парикмахеров, и стилистов, и зажистов. Мы можем научить в моменте привести в порядок брови, бороду, тело. То есть, в принципе... До души еще не добрались, но, я думаю, тоже сможем. Кто у вас отучился, это уже некий суперпрофессионал, который может все. Ну, те студенты, которые действительно хотят расширить свои компетенции и знать много и уметь много делать в рамках этой профессии, безусловно, мы им даем такую возможность. Что сегодня колледж? Ну, во-первых, колледж сегодня это серьезное учебное заведение, единственное в нашем регионе государственное учебное заведение, которое готовит специалистов и дает им некие фундаментальные знания. И диплом государственного образца, соответственно, что важно, потому что курсов-то сейчас огромное количество, и на визажистов и так далее. Диплом не зря дают, потому что я смотрю, что за такое короткое время коса практически готова. Это первая, которая из двух жгутов. И вот, Ольга, такой вопрос. Когда мы видим где-то в роликах и пытаемся повторить, зачастую не совпадает ожидание и реальность. Зависит ли это как-то от качества волос или от чего? Ну, зависит, конечно же, от качества волос, потому что очень часто бывает, что, допустим, мы должны обязательно посмотреть, какое у модели качество волос и какое у нас качество волос, перед тем, как повторить ту или иную прическу. Я так понимаю, у нее толстые, плотные волосы. Да, волосы толстые, плотные, и поэтому, конечно же, такая прическа больше подойдет для обладательниц длинных, ну, соответственно, плотных толстых волос по своей текстуре. А что делать, если волосы длинные, но тонкие? То можно использовать, скажем так, дополнительные накладные пряди, можно использовать кониколон, подплетать в прическе, да, то есть дополнительно. Либо можно использовать специальные стайлинговые средства, это средства для укладки, которые делают волосы более жесткими, более плотными, ну, и, соответственно, выполнять прическу. Например, сухой шампунь, да? Можно использовать, ну, сухой шампунь, он больше идет как такое, знаете, экспресс-средство, допустим, когда мне нужно быстро освежить волосы, вот, но он ни в коем случае не сделает волосы более плотными, вот, здесь лучше использовать, допустим, пены, муссы, либо специальные лосьоны, крема можно попробовать использовать, но только в том случае, если, допустим, волосы очень пористые, но не тонкие, да, то есть, если они пористые, тогда мы используем крема, чтобы, допустим, придать дополнительный блеск волосам модели, вот, ну, здесь уже... Инна, как это вообще все запомнить? Я сейчас слушаю, опять же, на сухом шампуне я куда-то выключился. Кто ваши ученики? Во-первых, давайте так, парни идут к вам учиться? Да, парни идут к нам учиться, и с каждым годом в какой-то степени их становится больше, потому что индустрия красоты, она развивается во всех направлениях. Вы, наверное, первые заметили, что стали популярны барбершопы, да, и, соответственно, ребята к вам пошли. И это, в том числе, это ведь еще связано с тем, что и мужчинам стало интересно и актуально ухаживать за собой, и бороды сейчас, это, может быть, целое произведение искусства. Человек может к вам прийти просто, может прийти человек и окончить курс ухаживания за своей бородой, есть такой краткий курс? Ну, вот на сегодняшний день мы готовим к открытию краткосрочные курсы повышения квалификации, как раз связанные с предоставлением возможности быстро получить какую-то компетенцию очень, ну, скажем так, целенаправленную. Вот, например, девушка хочет научиться красить сама себя, там, макияж какой-то себе делать, но ей, конечно, не надо 3-4 года для этого учиться, да, ей какие-то коротенькие, там, может быть, даже недельные курсы, у вас есть такие? Да, у нас есть цикл мастер-классов, как раз можно вечерний макияж, дневной макияж, можно научиться быстро привести в порядок свои брови, можно научиться быстро самой себе сделать вечернюю укладку. Ну, думаете, что мы Лену отправили туда? Я думаю, что мы бы и вас даже научили делать вечернюю укладку для Лены, например. Ну, вы переоцениваете. А мне нравится этот вариант. Да, Лен, как ты, чтобы я научился тебе вот такую прическу делать? Вот такую, это замечательно, я на самом деле и не могла подумать, что из великолепной косы, которая, кстати, делается действительно не так уж и сложно. Ну, кстати, коса сама по себе уже смотрелась красиво, как прическа. Да, а тут еще вечерняя прическа у нас получилась. Подобную прическу можно также предложить клиентам, которые, допустим, идут с таким запросом. Элегантную прическу, вечернюю прическу, коктейльную прическу, которые говорят, мне, допустим, нужно собрать волосы, но при этом выглядеть элегантно, мы можем предлагать такую прическу. Я бы еще сказала, что эта прическа великолепно подойдет к свадебной ситуации, но мы увидим, что нам покажет Ольга дальше, что можно еще сотворить с волосами Евгении буквально через несколько минут. Сначала посмотрим, что приготовили для нас корреспонденты телеканала ЭСК-49. Доброе оранжевое утро всем тем, кто только что к нам присоединился. Сегодня мы празднуем День парикмахера. И у нас в гостях Ольга, которая нам уже сейчас продемонстрирует вторую прическу, вторую косу. Как она называется правильно? Вторая коса, она называется колосок, выполняется также из двух прядей, как и первая наша прическа. Но единственное, будет немножечко другое выполнено плетение. Здесь плетение будет выполняться следующим образом. Мы разделим волосы, собранные хвост на две пряди. Пряди должны быть у нас равные по толщине. И затем, начиная с краю пряди, мы выделяем небольшую прядочку и перекладываем ее в противоположную сторону. Затем то же самое мы будем повторять с другой стороны. С правой стороны мы берем небольшую прядь от большой пряди, перекладываем ее влево. И таким образом у нас будет выполняться плетение колосок. А это ее еще называют рыбий хвост? Да, как раз хотела это сказать, что также это плетение еще известно как рыбий хвост. Единственные варианты могут быть этого плетения. Если вы обратите внимание, сейчас мы берем и перекладываем пряди сверху. Также можно брать, выделять тоненькие пряди и перекладывать их снизу. Будет получаться немножечко другой рисунок. Но тоже, в принципе, получится в результате достаточно красивое плетение. Надеюсь, Евгению там не сильно утянуло, потому что я помню эти ощущения из детства. Когда к голове крепят рыбий хвост. Кстати, закрываются глаза, все в порядке. Сейчас, в отличие, допустим, от тех плетений, которые были раньше, также ценится, чтобы плетение было более свободное, естественное, иногда даже и небрежное. Поэтому у Евгении должно быть все хорошо. Ну, это мне надо к вам идти в колледж, тогда все плетения будут как минимум небрежные. Вот. Инна Рязанцева у нас в гостях, директор этого замечательного колледжа. Инна, такой вопрос. Но ведь индустрия красоты вообще не стоит на месте. То есть там, ну, я думаю, там каждые несколько месяцев какие-то обновления и так далее. Как этому всему можно выучиться? Или постоянно, каждый год к вам приходит на повышение квалификации, обновление каких-то своих базовых знаний? Мы стараемся стремиться к тому, чтобы учитывать все, скажем так, тенденции развития индустрии красоты. Для этого, безусловно, наши мастера сами постоянно учатся и повышают свою квалификацию. Работают с партнерами. Партнеры к нам приходят с различными мастер-классами. К нам приходят сами работники индустрии красоты, салона, это и визажисты, косметологи, парикмахеры. Для того, чтобы обменяться опытом, здесь очень хорошие коллаборации происходят. А так у вас прям такое там какое-то броуновское движение. Ну да, когда приходит с одной стороны мастер, который практикует в салоне, и он тонко чувствует клиента, потому что он с ним работает каждый день, но при этом у него не хватает, возможно, времени, каких-то теоретических знаний, каких-то, может быть, свойств краски, косметических процедур. И мы ему это предлагаем. И когда они встречаются, происходит такое некое переопыление и обмен знаниями. И, конечно, это очень плодотворно для развития колледжа. Безусловно, участие в различных конкурсах, в чемпионатах, это тоже дает возможность приобщиться, знаете, к такому высокому искусству. Потому что работать в индустрии красоты с постоянным клиентом, который на протяжении многих-многих лет делает у мастера одну и ту же стрижку, укладку, это, конечно, хорошо, и поэтому у многих хороших мастеров, у них клиентура по 10-20 лет. Но и костенеет рука, да? Да, и сейчас очень большой запрос, и в том числе от мастеров, от наших студентов, на творчество, на креатив, на развитие. И вот здесь, конечно, очень важно тонко чувствовать, как вовремя встроиться в эти изменения. То есть вот эти чемпионаты парикмахерского искусства, визаж и так далее, ваши студенты там участвуют, и, я надеюсь, занимают призовые места. Безусловно, безусловно, участвуют и занимают призовые места. Конкурсов очень много, конкурсов очень много федерального значения, конкурсов много регионального, и мы... Международные... Международные конкурсы, и, в общем-то, все это дает точки роста и возможность, как я уже сказала, творчески реализоваться. И любимые ученики тоже, да, есть чемпионы и так далее? Конечно, конечно, все это есть. А мне вот интересно, Ольга, на чемпионат можно выходить с плетением? Или все-таки это считается недостаточным? Знаете, вообще вот видов плетения существует очень много. Есть даже специальные номинации, называется «Свадебное плетение», где выполняются просто очень фееричные прически. Это когда дом на голове? Нет, это не когда дом на голове, это когда собирается определенная форма прически, она идет по всем законам композиции, она небольшая, эта прическа будет носибельной, да, то есть ее в последующем можно немножечко трансформировать и также применять для клиентов, предлагать клиентам. Но там действительно выполняются очень сложные виды плетений, многоприятных плетений. Также мы не забываем про такое направление, как брейдинг и афрокосы. Брейдинг? Брейдинг, да. Это не танец? У меня на слух что-то как будто побреют. Да, то есть разные, да, у всех ассоциаций. Ну, есть брейк-данс, да, то есть это то, что относится к танцам, а есть брейды, это то, что называется очень мелкое плетение. Обычно такое плетение выполняется на афроволосах. Как африканское? Да, как африканское плетение в виде определенных узоров, да, то есть, но это немного другой, как бы, вид направления в парикмахерском искусстве. Мы сегодня все-таки с вами разбираем такие более, скажем, ну, классические варианты кос, более такие косы, которые клиенты могут даже себе, еще раз повторюсь, самостоятельно и дома, в принципе, да, повторить, выполнить, либо выполнить на своих домочадцах. Допустим, мама выполнить такое плетение своей дочке вполне может. Вот поэтому, в принципе, участвуя в конкурсах, такие номинации, которые связаны с плетением, они тоже есть. Тоже можно победить. Стас, первый вариант, второй вариант, давай, короткое мнение мужчины. Оба здорово, оба не смогу сделать, повторить, да, и то, и то красиво. По названию мне вот этот вариант больше понравился, рыбий хвост, оно, знаешь, как-то мужчине ближе. Ольга, спасибо вам большое за мастер-класс, я приглашаю вас пройти на наши теплые, уютные диванчики. Ольга, что для вас проще, преподавать юным мастерам или все-таки делать прически самой? Очень хороший вопрос. Знаете, когда ты выполняешь прическу, это, конечно, проще, когда ты сам работаешь. Ты работаешь только с клиентом, ты отвечаешь как бы за свои действия. Когда ты преподаешь юным мастерам, ты всегда несешь еще и ответственность за то, что они будут выполнять, за то, как они усвоят знания, как они будут выполнять прически, как они будут обслуживать клиентов. И, конечно же, все-таки преподавательская деятельность мне безумно нравится, но это очень большая ответственность. И все-таки нужен ли талант при поступлении, при обучении? Это как-то сказывается на результатах? Или я даже так перефразирую, а может ли человек без таланта просто вот на усердии выучиться на какого-то хорошего мастера? Да, главное это желание. То есть, чтобы у ребенка, который у студента, который к нам поступает учиться, главное, чтобы было большое желание именно владеть этой профессией. И тогда, в принципе, все возможно. Стать суперспециалистом. У меня вопрос по поводу чемпионатов по парикмахерскому искусству. Вот как вообще происходит отбор, кто победил? Не субъективизм ли это? Потому что смотришь, ну, все великолепные прически, как понять, какая прическа там золота, какая серебро-бронза, ну, по-моему, невозможно. Какие критерии мне всегда было интересно? Как в фигурном катании 5-0, 5-0. Ну, там понятно, упал на лед, все уже, а здесь-то муха порезал, вылетел. Вы знаете, я когда только пришла работать в колледж, у меня был точно такой же вопрос, когда ты смотришь по итогам конкурса 5 одинаковых причесок с небольшим, скажем так, творческим подходом, и ты не понимаешь, как. Но сейчас, поработав уже с мастерами, побывав, как говорится, за кулисами, критериев очень много. И как-то Ольга мне подскажет, вот мне как-то рассказывали мастера, вот она вроде гладкая прическа, есть там критерии, вот если есть какая-то пышность... А волосинка торчит, да? Да, то есть это недоработанная текстура. Недобрызга на лак. Это недостаточное использование стайлинговых средств, действительно критериев очень много, всегда судьи у нас делятся на две группы, те, которые работают на площадке, отслеживают непосредственно процесс выполнения парикмахерских услуг. То есть они уже могут подсказать или все-таки больше такая контрольно-надзирательная функция? Они просто отслеживают, какие были бы нарушения в процессе выполнения, ошибки. Конечно, если, допустим, участник немного растерялся, они могут помочь, но тем не менее они уже смотрят и работают на конечные результаты вставления оценок. И потом есть оценка судей, которые уже оценивают непосредственно готовый результат, готовую прическу. Я вам хочу сказать, с точки зрения, например, конкурсов профессионального мастерства, где не только итоговое творчество, оценивается даже в процессе, если участник чемпионата не так завязал, допустим, воротничок. То есть не спросил, не туго ли вам, да? Да, если он при помывке головы много капнул клиенту на лицо, это уже минус, там, балл. А члены комиссии ходят? Ходят и все-все-все-все фиксируют. Серьезно? То есть настолько все? Настолько все, ну потому что это как раз к разговору, когда мы видим итоговый результат, и мы понимаем, что человек занимает первое место с разницей в сотые баллов, ну, наверное, нужно как-то обосновать. Ну, конечно. И тогда поднимаются протоколы, чемпионат может идти несколько часов, а то и несколько дней, и ты понимаешь, что вот это все фиксируется. Это очень, очень... Но зато как раз и говорит о том, что те ребята, которые принимают участие, у них проходит очень серьезный путь. Ну, вы, я думаю, все-таки уже, наверное, не принимаете участие в конкурсах, потому что оно все-таки уже уровень, да? Или нет-нет, да и... Нет-нет, да и да-да. Нет-нет, да и да-да, конечно. Иногда все-таки участвую я тоже в конкурсах. Также, помимо того, что участвую в конкурсах, конкурсы, которые, ну, немножечко имеют другое направление, не... Бег в мешках. Да, бег в мешках, примерно так, то есть, которые связаны именно с профессиональным образованием, профессионалы, да, молодые профессионалы, там я уже принимаю участие в качестве эксперта. То есть, в качестве жюри, да. Своих не продвигаете? Абсолютно нет. Наоборот, наверное, к своим еще отстроено. Потому что участвует... Большинство из тех, кто участвует, они уже, по сути, являются своими. Здесь, как говорится, выбрать лучшего из лучших. Ну, скажите, пожалуйста, Ольгам, естественно, что сейчас, как говорится, носят, да. Что у нас последние тренды этого сезона? Прямые, кудрявые, короткие, длинные? Знаете, вот абсолютно популярно, можно сказать, все. То есть, найдете на любой вкус все, что захотите. Если мы говорим сейчас с вами про локоны, то, конечно, легкие, небрежные локоны волны, если волосы нравятся волнистые. Ну, и прямые текстуры, они тоже сейчас актуальны. Прямые волосы, но, как правило, это стрижки, да, то есть, это стрижка на основе коре, это бобовые формы стрижек, боб. То есть, если волосы короткие, как правило, это прямые, гладкие текстуры. Но, тем не менее, какая-то легкая небрежность, она допустима. Вот, а если мы говорим про длинные волосы, ну, как правило, это каскадные стрижки, это слоистые стрижки, стрижки, которые имеют определенную небрежность. В общем, были бы волосы, стрижка найдется. Еще раз от всей души поздравляем ваш колледж с 50-летием и спасибо, что пришли. Спасибо, что пригласили. Спасибо.